Приобретать синтетические наркотики через интернет-телеграм-каналы стало очень доступным и очень легко. Они стали преступники очень опытными, изощренными. 21 век — это век вызовов, век интернета. Там есть как хорошее, так и плохое. После двукратного приема уже в мозгу начинаются необратимые процессы, тем более у растущего организма. И здесь нужно бить тревогу, пока не поздно принимать соответствующие меры. В Бишкеке, в городе Ож, Балыхче — сейчас это уже в регионы идет. Те люди, которые призваны бороться с распространением наркотиков, сами вовлекались, занимались шантажом, продажей и так далее. Знаете, сегодня, наблюдая то, что творится в нашей стране в связи с появлением интернета в жизни человека, он привнес как свои хорошие стороны, так и свои негативные стороны. Это, как говорится в пословице, у каждой медали две стороны. Поэтому, к великому сожалению, сегодня для подростков приобретать синтетические наркотики через интернет-телеграм-каналы стало очень доступным и очень легко. Если относительно недавнего времени, до широкого появления интернета в наших просторах, в жизни, деятельности человека, для того, чтобы приобрести наркотические средства, человек, который употреблял, целенаправленно шел в какое-то место, как на их сленге это называется, барыги и ямы, и за посредством контакта, за деньги приобретал, то с появлением интернета, к великому сожалению, сейчас бесконтактно любой желающий, в том числе подросток, через соответствующий телеграм-канал может приобрести. Это также очень сильно усложняет работу правоохранительных органов. Для того, чтобы пока не возбудят дело, пока приобретут санкции суда, эти телеграм-каналы могут поменять одну или две буквы своих интернет-магазин-каналов и уже через другие интернет-каналы продавать. Они стали преступники очень опытными, изощренными. Платежные системы у них очень различные. Это Яндекс.Деньги, Куви, соответствующие криптовалютные системы. То есть организаторы этих интернет-каналов по продаже наркотических, синтетических веществ могут сидеть в ближнем, в дальнем зарубежье, что для правоохранительных органов составляет большую трудность по поимке их. И вообще я склонен считать, что 21 век — это век вызовов, век интернета. Там есть как хорошее, так и плохое. И что самое огорчительное, что эти синтетические наркотики новые, они после двукратного приема уже в мозгу начинаются необратимые процессы, тем более у растущего организма. И поэтому, чтобы у нас было сильное, правовое, нормальное государство, которое в будущем будет функционировать, крайне важно, чтобы мы обращали внимание на то, что сейчас делается среди молодежи и подростков. Эта проблема сегодня касается как Российскую Федерацию, как Казахстан, так и нашу страну. И здесь нужно бить тревогу, пока не поздно принимать соответствующие меры. Мы приняли нормативно-правовый акт, инициировали сейчас в форме постановления, которое обязует Министерство здравоохранения, чтобы они тщательным образом проверяли аптеки, чтобы они без рецепта молодым людям не продавали сильнодействующие психотропные вещества. Также Министерство внутренних дел, Управление по борьбе с наркобизнесом, СБНОН, чтобы они проводили тщательную работу в этом направлении, чтобы они боролись с этими преступниками. И каждый квартал, чтобы они приходили в Джоркенеш и предоставляли информацию, насколько они сокращают преступность, какие они правовые методы используют, сколько было поймано преступников, сколько аптек отозвали лицензии, наложили штраф и так далее. То есть какая работа ведется, чтобы они каждый квартал в Джоркенеше давали информацию общественности. Помимо этого, Министерство образования также, чтобы в школах, в университетах проводили разъяснительные, постоянные работы. Специальные были классы, которые будут предоставлять и обязывать учеников и студентов говорить об опасности синтетических наркотиков. Важно отметить, что помимо традиционных марихуаны и так далее, это просто-напросто легкие наркотические вещества. А именно синтетические в 21 веке – это очень опасные. Буквально после двухкратного приема человек уже необратимо попадает в этот капкан. Поэтому то, что сейчас творится в городе Бишкек, эксперты говорят, наркологи, научные круги, сами родители, Бишкеки в городе Ож, Балахче, сейчас это уже в регионы идет. Ситуация очень опасная. Поэтому госорганы, родители, соответствующие министерства и ведомства должны придать особое значение этому вопросу. К великому сожалению, к великому сожалению, относительно недавно были пойманы несколько сотрудников СБНОН. Эта информация общедоступна, из интернета можно взять. Те люди, которые призваны бороться с распространением наркотиков, сами вовлекались и занимались шантажом, продажей и так далее. Я, конечно, далек от мнения о том, что все сотрудники правоохранительного блока это плохие люди. Нет, там есть тоже достойные носители погонов, достойные офицеры. Но, к великому сожалению, отдельные оборотни в погонах тоже имеются. И я склон считать, что руководство МВД должно применять самые жесткие меры в отношении таких сотрудников. Это нужно... Там в законе все жестко, все прописано. Человек, который попался на совершение такого рода преступлений при исполнении служебных обязанностей, он уже не имеет права занимать больше подобную должность, работать в органах. Налагается большая сумма штрафа и меры предусмотрены вплоть до лишения свободы. Но я склон считать, что и при подборе кадров должна проводиться тщательная работа и постоянно нужно усиливать контроль и работу в личном составе. Это, видите, опять-таки играет человеческий фактор. Всегда, везде играет человеческий фактор. То есть, к великому сожалению, такие риски всегда есть. То есть, я склон считать, что человек, который идет служить в правоохранительных органах, он всегда должен руки держать чистыми. То есть, нельзя наживаться на горе других людей, на наркоте. Это, на мой взгляд, нужно быть настолько конченным человеком, настолько человеком без каких-либо моральных ориентиров и ценностей, чтобы извлекать материальную выгоду на крови, на смерти, на наркотиках. Этот человек совершенно без моральных принципов, ориентиров, на мой взгляд. Вот другая проблема, которая есть, это аптечная наркомания. Сейчас старшеклассники, студенты покупают в аптеках, там есть определенный перечень сильнодействующих психотропных препаратов, следствия которых, они как наркоманы используют это. Эти препараты должны отпускаться строго по рецепту. Но, к великому сожалению, там, где есть бизнес, к великому сожалению, определенные аптеки грешат тем, что они продают школьникам, студентам. Сейчас мы приняли нормативно-право к постановлению, чтобы Минздрав ужесточил наказание и усилил контроль, чтобы аптеки не продавали студентам, школьникам без рецепта. Помимо этого, мы сейчас вот инициировали проект закона, скоро он примется, даст Бог. Те аптеки, которые продают, там будут баснословные штрафы с правом лишения лицензии аптек, чтобы они впредь уже закрылись, если они будут студентам, школьникам продавать сильнодействующие препараты. Это мы склонны считать, что остановит аптек. Они задумаются, потому что, совершив оплошность, продав, их могут лишить лицензии. Поэтому это будет очень хорошим рычагом для того, чтобы поставить заслон, аптечной наркомании среди подростков и молодежи. Штраф будет очень большой. Порядка 200 тысяч сомов. Ну, мало, но если на первом этапе, это который закон позволяет. Второй этап, если такой, повторится, то все уже, лицензия отнимается аптеке. Допустим, если это сильная, большая аптека, которая уже долгий промежуток времени работает, да, скажем, имеется своя репутация, налаженный контакт с другими международными организациями, она побоится. Потому что, если убрать, лишить лицензию, то в последующем с ней уже сотрудничать не будут авторитетные международные организации, международные партнеры. И поэтому я думаю, что аптеки, аптеки, они будут 10 раз думать, прежде чем допускать такого рода ошибок. Мы сейчас вот в проекте закона, который скоро примется, рассматриваем такую тоже возможность. Во-первых, той аптеке, где человек продал детям без рецепта, это 3 года без права занимать какую-либо должность. Баснословный штраф, лишение лицензии, и в том числе предусматриваем уголовную ответственность с лишением свободы. Мы разговаривали с родителями потерпевших. Это очень сложные судьбы, потому что, если ребенок в семье употребляет, это он приносит вред не только себе, но и семье, но и обществу в том числе. И раньше, в советское время, были принудительные реабилитационные центры государственные. для алкоголиков. Потому что жизнь, она такая вещь, знаете, иногда в жизни случаются тяжелые периоды, сложности. Не все люди со стержнем и сильным характером. Те или иные оступаются, совершают ошибку, становятся наркоманами или алкоголиками. Ну, так устроена жизнь. И задача государства и государственных мужей заключается не в том, чтобы оставить их на произвол судьбы, а в том, чтобы помочь им также вернуться в нормальное русло человеческой жизни. И мы сейчас вот в постановлении, которое инициировали, обязали правительство, чтобы они также вернули обязательные реабилитационные центры. Потому что сейчас нету государственного реабилитационного центра. Все частные. Там суммы варьируются от 3000 долларов. То есть, рядовой, простой гражданин, который, ну, ошибся, ну, стал алкоголиком, наркоманом, просто непосильная ноша. Соответственно, этот человек, который уже зависимый, больной, он станет на путь преступления. Он будет красть, воровать, грабить и убивать для новой дозы. То есть, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы им принудительно через государственный сектор помочь выздороветь. И официальной статистики нету. Потому что у крыгызов у нас принято, я думаю, что, как и в любом нормальном обществе и семье, ссор из избы не выносим. Те проблемы, которые имеются, стараются максимально гладко, тихо, мирно отрегулировать. И нету конкретной статистики. Сейчас весь этот процесс подсчитывается со стороны правительства. В обозримом будущем недельку-две станет ясно. Но я думаю, что функция государства основная это здоровье, жизнь человека. Здесь никакие деньги не должны быть препятствиями. Это будет в форме некого рода больничного характера, типа, где больные будут идти и проходить процедуру оздоровления. Вы знаете, вот у нас сложилась такая тенденция, мы всегда обвиняем кого-то. В первую очередь, это, разумеется, правительство, школы, учители и так далее, и так далее. Послужный список длинный. Расследуя, исследуя эту проблематику, ну, я пока как депутат, срок полномочий позволяет, хочется сделать что-то реально весомое в социальный сектор, помочь. И исследуя эту проблему, я пришел к простому выводу о том, что все делается в семье. Можно, конечно, бесконечным образом обвинять интернет о том, что сейчас легко доступным стало покупать наркотические вещества правительства, дороги и так далее, и так далее. Да, вы будете правы, но в первую очередь все начинается от семьи. И в семье родители, отец и мать, должны прилагать максимум усилий для того, чтобы воспитать нормального члена общества. Это родители должны всегда обращать внимание, то есть не так, что ребенок сам по себе растет, а наблюдать, почему он задержался, допустим, ночью, почему это систематически происходит, в каком кругу он сейчас, тем более подростковый период. То есть ответственность родителей, она колоссальная. Риски, вызовы, они всегда будут. Это жизнь так устроена. И крайне важно, чтобы родители обращали пристальное внимание. И их заслуга в том, что их ребенок пойдет по тому или иному пути колоссально просто. Адаптация? Адаптация. Я склон считать, что есть не все те, которые стали на этот путь, возможно, плохие люди. Есть люди, которые ввиду молодости ошиблись. Есть люди, когда после потери определенного близкого человека, вот мы исследовали эту проблему, ну, так устроена жизнь, что не все лидеры, не все с сильным характером ошиблись, оступились, попали в некую такую неприятную компанию, где их вовлекли и по молодости, по глупости. То есть как бы не было, они наши граждане, они наши полноправные граждане Кыргызской республики, и задача государства им помочь выпрямиться, стать на правильный путь, а не бросить их на произвол судьбы. Потому что если государство их оставит, то это уже больные, зависимые люди. Они будут красть, они будут грабить, они будут воровать, тем самым приносить еще большой вред обществу. Поэтому мы должны быть заинтересованы в том, чтобы помочь им, помочь им вернуться к нормальной жизни и не допустить другое подрастающее поколение, чтобы они тоже стали зависимыми. Я склон считать, что в этом направлении многие международные организации, это опять-таки ПРООН, UNDP и ряд других авторитетных международно признанных деловой репутацией международных организаций в этом направлении ведут ощутимую работу, как на просторах Центральной Азии, бывших постсоветских стран, и результаты достаточно ощутимые и хорошие. Как таковы прямой опыт сейчас рабочая группа создалась после принятия проекта постановления, которая тщательно этим займется. Ту страну, которую вы привели в пример, Швейцария, Швеция, Нидерланды, ряд европейских стран, там очень отлаженная правоохранительная система, система Минздрава и система уровня правосознания граждан, что потребление и распространение наркотических средств просто минимизирована. В Центральной Азии, к великому сожалению, такие проблемы есть, и наряду с такими проблемами международные организации, которых я бы сейчас перечислил, они помогают, у них целая структура, эксперты, они предоставляют грантовые средства, которые помогают улучшить эту среду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова